мы решили не уезжать сразу напрямую с метеостанции и век решили вернуться назад на точку названием мыс шилакски западная точка полуострова и у нас есть очень крутой став от нашего генерального партнера от компании dance этот термос этого забронированные перчатки это фонарик и наверное мы еще положим этот термос магнитики которые мы сделали по пути сюда фотографии сделанные на байкале днем и ночью два магнитика мы сейчас все это дело аккуратно упакуем в термос и этот термос заложим на маяке на мысе шилакска покажем где зафиксируем координаты и собственно кто первый доберется до этого места тот и сможет забрать эти прикольные сувениры компании dance вот такой расклад поэтому едем сейчас назад вот сюда вот нам точечку эту точку на мыс шилакски я как на правах водителя в очередной раз в этой поездке первым увидел медведей и тут же и по рации ребятам в машине своим об этом объявил что впереди два медведя они начали спрашивать где 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 я говорю сейчас увидите и так по дуге вышел и направил на них фары и тут уже все увидели медведицу с медвежонком это вообще мы видели одного медведя потом увидели второго и теперь мы увидели медведицу медвежонка ну классно правда не стали гнать потому что ну они не испуганные когда фар на них направили они начали убегать и я просто направил фары говорю ребят фотографируйте потому что я не могу за ними ехать вот и сделали из той машины кадры из этой и мы помахали вслед они уже даже не убегая просто так спокойно спокойно ушли за таросы но это незабываемо ребят медведи за одну поездку столько их в пивеке на мысе шилакски их просто огромное количество просто огромное куда ты не едешь ты встречаешь медведя это что-то это я столько лет проездил по арктике я всю артику изъездил и не столько их не видела и сейчас вот они вот тут 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 они везде здесь в общем про медведи все сказал саша я тоже как бы еще такого количества белых медведей вообще не видел наверно даже за всю свою жизнь разве что только на картинках Но, как всегда, за все нужно платить И наша расплата это пробитый баллон нашей покрышки Как это случилось? В тот момент, когда мы выехали с пухлого снега на лед, мы увидели медведей И в тот момент, когда нам нужно было остановиться и подкачать колеса Для того, чтобы сделать рабочее давление в них И продолжать дальше движение уже по твердому льду Мы, увидев медведя, помчались на всех парах на 0,5 атмосфер в колесах Соответственно, налетев на одну из льдин, к сожалению, проявили покрышку Сейчас меняем колесо Едем еще раз до маяка Там сделаем закладочку Положим будущим путешественникам, кто доберется сюда, от нас подарок С координатами, где его можно будет забрать И после этого возвращаемся в Пивек Хотели по светлу, но, как всегда, Арктика и погода диктуют свои правила Поэтому надеемся, что сегодня все-таки вернемся в Пивек Меняем колесо и поехали дальше Прежде чем мы продолжим наше видео Предлагаю вам посмотреть рекламу, которую точно не стоит перематывать Привет Сегодня я дам вам послушать Как звучат инвестиции Так звучит свобода Инвестиции с United Traders помогут стать независимым от ежедневной суеты И выбрать то, что нравится именно тебе Заходите на платформу сегодня и сделайте вашу первую инвестицию Ставь на паузу, переходи по ссылке в описании и регистрируйся на United Traders А мы продолжаем Едем по старому треку, а у нас трещина-то подразошлась немного По сравнению с тем, что было И повисли мы на одном колесе Сейчас будем выезжать самостоятельно Здесь главное не провалиться Нельзя ездить, когда на улице поземка Нельзя ездить по льду Обратите внимание, это не лед Это снежочком Вот по снегу метет снежочек и замело немножко Тут нет никакого льда Вот она сколько разошлась тут, 40 сантиметров И затянулась снежком А она может разойтись И 60, и метр, и 2 метра И точно таким снежком затянет Видите? Вот чем опасно Да-да-да, это снежок, это не лед Это просто поземка Вот ветер тует сильно Саша, давай! В этом термосе от компании Денса У нас лежит фонарик забрендированный Денса Наши магнитики с Байкала Ну и сам термос очень крутой И сейчас мы донесем его вот туда Вот, можно посмотреть Вот туда Так, смотрите, мы пока идем Тут опять с медвежьей следы По сторонам главное поглядывать Не-не-не, Богдан Вот туда вот, и потом направо, и потом еще А я думал вот тут, поэтому подняться Можем и здесь, с разницы Давай Пока не иду Оп, нож Там чебура у тебя под другой ногой Да, может, что не теряй Бля, у него батарейка села Батарейка села? Да Батарейка села Ладно Ну все, можем туда уже Поднимайся Батарейка села, зато было в фонарике Пойдем сюда Пойдем сюда Иди в машине тогда. Потому что ты там один стоишь тоже нехорошо. Ну никого. Давай сюда посмотрим, есть чего открыть. Вроде здесь нету. Так, ребят. Мы наверху, мы с Шилакский. Компания Denso. Это нам стоило, кажется, здесь ночью. Дорогого. Вот здесь. Мы оставляем его вот здесь. Вот здесь его ставим. Я думаю, что вы его увидите. Он здесь точно защищен от всего. Забирайте, приходите. Ваш термос вас здесь ждет. Еще раз, мои дорогие. Мы, как и обещали, все здесь. Вот на этом маяке. Можете приходить, забирать. Я, конечно, понимаю, что это не так просто. Но поверьте мне, огромное количество людей путешествует. Координаты сейчас сброшу. Все сделаю. Приходите, забирайте. Дискомфортно, знаешь, так. Следов там много. Там вообще просто. Справа от нас, это я скатался. Нет, вот за знаками. Но там и дверь скатился. И вот тут лидов по низу, просто у них хайвейт. Где под берегом. Вообще там просто. 6 рядов. Давай, Сань. Ну, если вы думаете, что на этом наш контент закончился. Нет, друзья. Вы же знаете, что мы не можем просто так все закончить. Пока я поднимался туда наверх и оставлял наверху для вас кайфы от компании Denso и от нашей экспедиции. Саня Еликов решил искупаться прямо здесь, в Восточно-Сибирском море, в той самой полыне, в которую он провалился на Toyota Highlight. В ледокольном следе купался и проваливался в ледокольном следе. Здесь провалился в трещину. Значит, надо в ней искупаться. Нормальная, хорошая традиция. Ну и плюс. Восточно-Сибирское море, самая северная точка Чукотки. Ну как здесь не искупаться, ребят? Давай. Сейчас нарнем. Вот он вообще красавчик. Вылазь, вылезешь сам? Ну что, как оно? Ай, молодец. Саша, поездок. У меня еще поездок много? Да, красота, ребят. Давай, дуй в машину. Вот так вот у нас. Ну как, Сань? В здоровом теле, здоровый дух! В общем, мы вернулись с нашего этапа и второй раз в жизни я вновь езжаю в самый северный город России в Бибек. Мы опять в Бибеке. Сейчас едем в управление гидрометеорологией, где, собственно, мы и опять заночуем. Там выделили комнату. Сейчас возьмем к собой немножко еды, покушаем там и ложимся спать. Завтра с утра у нас подъем где-то примерно в 9 утра. До часа нам нужно сделать два колеса, которые я, так скажем, в погоне за хорошими кадрами и за белым медведем порезал облёт. Скинуть весь материал и к обеду выехать из Бибека в сторону Бибеки. Потому что через день здесь будет южный ветер, не очень хорошая погода, поэтому времени не так много. Завтра будет новый день. Сегодня наш день практически уже закончился. Со спокойной душой въезжаем в Бибек. Самое главное, с чувством выполненного долга. Доброе утро. Чё, как спалась? Я немножко занимал. Ну, ты очень хорошо, я бы сказал, поспал. Да, ночь была такая. Какая. Сменообразная. Какая длинная и умная. Мы добрались опять сюда, в наш пентхаус. Это реально пентхаус, потому что он находится на самом последнем этаже. По меркам Арктики это просто наикомфортнейшие условия. Но сегодня мы ночуем не одни. У нас вот тут ещё ребят с нами. Но, как говорится, святое место пусто не бывает. Вот примерно так. Всё. Всё. Ложимся. Сидим перед этим. Сидим перед этим. И спать. Уже не будем вам показывать, как мы едим 839 раз за день. Поэтому просто поедим и ложимся спать. Сил нет, язык заплетается. Дело сделано. Медведи увидены. Машины доезжены. Команда вся целая. Никто никуда ничего. Все те, кто провалился, провалились по собственной воле. Всё нормально. Сейчас пивеки проснулись, приехали на шиномонтаж. Посмотрите, как открываются ворота. Ворота открываются вверх при помощи грузов и лебёдки. Вот такие вот дела. Вот так не успел заехать. Я как гильотина тебе сверху прилетела. Мало не покажется. Сегодня выходной день. Здесь шиномонтажника тоже нет. Он сегодня на смене на своей основной работе. Как я понимаю, шиномонтаж это его подработка. В общем, в городе есть еще два варианта. Первый вариант это у пожарных. К ним мы приедем в последний момент. А сейчас едем еще одна шиномонтажка на объездной. Вот так тяжело, казалось бы, в самом северном городе России сделать колёса. Вроде мелочь. У нас на каждом углу, а тут не всё так просто. Поэтому ищем, ищем. Нашли мы здесь шиномонтаж в частном секторе. Сразу смотрите, кто будет в пивеке, если вам нужен шиномонтаж, записывайте. 924 307 50 02. По этому номеру телефона это самый оперативный шиномонтаж. Погнали. Да. Два диска, Саня. А резина целая. А два диска к праотцам. Представляете, смотрите. Вот. И там. Ну что-то сможем сделать или... Давай сейчас сделаем. Отлично. Вот здесь да удар был? Не, я не знаю, где удар был. Угу. Ну то есть внутри ни одного не пожёл и ничего нету, да? Здесь чистенько. Идеально, скажем так. Ну что-то времяночку сделать можно, да? Да, сейчас сделаю. А что сделаете? Обычно суперклей. Встанет, да? Хорошо. А он встанет корочкой хорошо. Уже. И всё. Потом мастикой пройдусь, чтобы на низком могли ездить. Спускать. Чтобы из-под диска не травить. Основной пришлось прям ровно по центру, да? Да. А вот она его прям отбила. Кусок. Вот. А здесь только вот она. Большая. А здесь? Здесь нету. Действительно. Ну потому что не это, не внутряночка, а внешняя. Такая она тоже, да? Не маленькая. Да. Не маленькая тоже. Вот здесь спускалась здесь. Угу. Обычным герметиком, значит? Да. Он хорошо прилипает, да? Он хорошо. Хотя тоже наподобие герметиком было. И я сейчас этим герметиком буду промазывать тебе этот колес. Чтобы на спущенных ты мог спокойно ездить. Ну что, первое готово, да? Да. Ты сам поставишь? Да. 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 Вы сами все видели. Резина наша выдержала. Диски просто два треснули. Сейчас что мы делаем? Треснувшие диски пойдут назад. Потому что все основные удары приходят на переднюю ось. На заднюю поменьше. В связи с этим придется сейчас перебортировать одно из этих колес. Потому что здесь у нас направленная резина. Она направленная под правую сторону. Мы ее переделаем под левую. Короче, отремонтировали два колеса. То есть, таким народным методом, но тем не менее. За все прошло 800 рублей. Ну, отдал тысячу. Удачи не взял. Отдал еще магнетики. Все, все хорошо. Сейчас давление везде одинаковое подкачаем. И можно ехать дальше. Сейчас едем за ребятами. Они где-то разместились в кафе. Позавтракаем. Собираемся. Времени до час дня. Соответственно, у нас не так много времени, чтобы выехать. Сегодня мы все-таки планировали к вечеру доехать до Билибина. Не будем загадывать. Как там с наледями, тоже непонятно. Сейчас, в общем, завтрак. Уезжаем. Мы выезжаем из ТВЕКа, но, побудьте сюда, в наледе, мы немножко как бы сбили бандер с клипс и оторвали эту штуку. И проблема, видите, он трется вот этой частью на резину, когда на скорости его отгибает. И он сейчас никак не сделает по той причине, что сорвало все клипсы здесь. Вот, видите, как. Но есть один метод. Я его придумал совсем недавно. Так как на улице холодно, ты берешь обычную воду, прижимаешь бампер так, как он тебе нужен, и приливаешь его сюда, в щели. Здесь, здесь, здесь. Вот, проливаешь и прижимаешь. Так, даем потушить. И намораживаем бампер. Ха-ха-ха. Вот типа такого вот плана. Вот видите, как здесь. Оп. Росомаха живет? Не знаю, не встречали. Встретили медведя белых. Несколько раз. Где? На мысе Шелакском. На самом мысе. То есть мы... Там избу мою не разорили. А, вашу избу? Отдевался? Там изба под самым основанием, под черной шопкой под обрывом. Не, вы не заезжали туда. Не заезжали. Не видели. Вот, так бы доехали в Альтерка. В принципе, пола нету на мысу. Сейчас, да? Вот мы чуть дальше поехали, и тонкий лед пошел. И нам пришлось развернуться и уже объезжать вот через перешеек вот этот вот небольшой. А вы до этого, до светового знака Шелакский Западный доехали? Доехали. Доехали. Внутрь заглянули? Заглянули. И оставили там кое-что. Да. Такую, как сказать, от наших партнеров. Там закладку от компании Denso. Термос там оставили. Те, кто найдет. И тот получит там еще дополнительные какие-то... А, ну это я в мае поеду на велосипеде. На майские праздники. Не забыл. Надо там песку подремонтировать. Вот, вот. Там, в общем, можно будет найти. Понятно. А вы как? Вы пеший велосипед, да, у вас? Да когда как, я туда и пешком, и на велосипеде, и на лыжах, и на вертолете, и на байдарке во всех видах приходил. Поехали. 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 встретили на дороге лесу на зимнике отъехали от пивека примерно 200 километров практически ручная сейчас ее прикармливаем хлебушком и пользуясь случаем делаем фотографии и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот теперь она замерзла Морозы стояли долго здесь Все дни, пока мы были в пиреке, были морозы И теперь на этом месте, вы видите, нет ни пара, ничего абсолютно Абсолютно нормальная, замерзшая, ледяная пустошь Давайте назовем ее так Сейчас что-то вообще не понятно Надо Жене, надо Пишню Женечку Шаталова Мы, конечно, можем попробовать Давай потихонечку попробуем, если провалимся Только говорите Вот так, ребята То ли это опыт и скилл, который мы прокачали То ли Мороз Дорстрой сделал свое дело И нам ехать сейчас гораздо легче Там, где мы целую ночь ночевали Намораживали наледь По-русски говоря, мудохались И кое-как проехали Где у нас замерзло колесо Где у нас оторвался бампер Где у нас могло произойти все, что можно Где Женя получил прозвище Аквамен Вот здесь мы проехали за 5 минут Что туда, немножко бампером пришлось поломать Что сюда, немножко бампером пришлось поломать Как говорится, не болей, Тойотка, не болей Приедем домой, в Тойоте-центр Я куплю тебе новый бампер Покрашу тебя И ты будешь опять как новенький Здравствуйте Здорово, мужики Как там наледь, ребят? По сухой прошли Отсюда справа, да? Да А там как? Тоже, а вы левее наоборот берите Там прям по нашему следу Вот тут вначале будет небольшое Ну там по пол колеса А дальше практически сухо везде Ясно Ну ладно, удачи вам Давай, и вам тоже Хорошей дороги Спасибо, и вам хорошей дороги Здравствуйте 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 Мы с Шилакски на самую северную точку Чукотки ездили Олежки? Да Дикие? Да, да Поехали Да, счастливо Что, как лэндкрузер? Это же не у тебя Согласен, нет? Ну нет, это тоже дает-то хорошее Зря вы так Ну как? Мы вон съездили Считаю, что из центральных районов Мало того, что до Пиека доехали До самой северной точки До Шилакскива доехали Ну у меня тоже дает-то Местные говорят Мы туда на треколах бы не доехали А мы на ней доехали Стоково из салона Из салона У меня тоже дает-то Нет, я имею в виду, у меня как-то с какого-то 95-го Вот это 95-го, да? Нет, это 25-й год А у меня такая же Toyota Как вот впереди послала Хайлакс Да Я понял, да Ну это как рабочая лошадка, да? Ну это не, это аппарат На механике, да? Да, вся механка А получается араб, да? Да Араб За сколько брали, если не секрет? Да Ну ладно, удачи вам Да, всего хорошего А вы куда вообще едете? Ну, сейчас в Магадан Из Магадана в Якутск И потом Иркутск И дальше домой уже в Москву И все на ней? Да Это же Toyota Ну ладно, всего хорошего Да, до свидания Вот так Он говорит, у меня аж Toyota Не то, что у вас А потом, когда узнал, что это Скал, ну да Так что, ребят Передаю пламенный привет Владельцам Land Rover Если что Мы вас ждем В нашем Уютном сообществе Любителей Toyota Здесь Хорошо А что, что-то случилось там С машиной или что? Нет, остановились Северное сияние Такие дела Так, на дворе час, начало второго Мы приехали в Пилибино Что ты из сонных Отмороженных полярников Приютил Спасибо тебе большое Кажется, обычный двор, да? Нет, друзья Это город Билибин И за моей спиной Во дворе Пердюлит северное сияние Вот такая она Русская Арктика Красивая И при этом Просто невероятная Ладно, пошел Не, еще хочу сказать Что я вас очень сильно люблю Продолжайте смотреть серии Нашего путешествия На Чукотку Впереди еще Все самое интересное Поверьте Мы только перевалили Через экватор Продолжение следует Ну вот здесь вот При проходе Вы как? Сонять на ночь будете? Да Да, да А, ну все Лучше не будем Все же папарацци Это же Прям Все, каждый Литр Сейчас загрузили Четыре штуки Кого? Медведя Встречали? Я только ты их загрузила Это уже на побережье Прям, да? Да На море получается Получается Самого первого Дрона Одного отдельно Ночью Здоровевого самца И вот Мама Страшно А если здесь засели А там мишки бегают Представляешь? Так они повсюду Ты не представляешь Какое количество следов Вот как здесь Допустим Человеческих Там ты идешь Медвежий 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 Прикольно Наснимали же? Наснимали Все равно покажем Как он бежит Такой Смотрит Прикольно Ну вы паркуете Здесь уже потихонечку И сразу Портиру Наверх Пойдем Я бы хочу Таня я знаю Что ты прям сейчас Смотришь это видео Вот от лица Всей нашей команды Я хочу тебе сказать спасибо Я думаю Каждый тебе скажет Танюшка Влад Спасибо вам ребята Ребята вы просто золото Аригато Спасибо большое Спасибо Спасибо Вот так вот Поэтому спасибо Еще раз большое Все Мы ложимся спать До завтра Группа Альфа Сливает Группе Бета Все Все Проходы Мимо Тароса Я попытался Замаскироваться Как будто я тоже Олень Не получится Редактор субтитров